600% счастья. Карагандинка, мать шестерых детей, бизнес-леди и общественный деятель готова усыновить брошенных малышей. Если родные матери одумаются, вернуть им их детей. Об этом Алия Садырбаева написала на своей странице в соцсети. Как деловая женщина успевает быть многодетной матерью? Почему призывает не убивать своих детей? И чем хочет помочь тем, кто отказывается быть матерями? В сюжете Людмилы Батюшкиной. В Актобе до сих пор ищут мать новорожденного ребенка, выброшенного в выгребную яму туалета 12 мая. В Рудном за месяц до этого ребенка нашли мертвым на свалке. В Жамбылской области еле живого малыша вытащили из ямы придорожного туалета. В Темиртау младенца оставили на подоконнике. В Жасказгане новорожденного мальчика нашли с кляпом из туалетной бумаги в мусорном контейнере. Последний случай переполнил чашу терпения карагандинской многодетной матери Алии Садырбаевой. И она написала в соцсети о том, что готова забрать к себе таких выброшенных малышей. Основная моя мысль, основной вот этот вот посыл, который был в посте, это то, чтобы не разрушалась вот эта связь семья-мать-дитя, чтобы женщина не отказалась от своего ребенка, так не поступила, не попыталась от него избавиться, убить и так далее. А если уж она не сможет, не захочет по каким-то другим причинам, я готова забрать. Потому что ребенок, ну представляете, 9 месяцев носил, он рождается, он не виноват в том, что у мамы желания нет, денег нет, ей стыдно и так далее. По Алии Садырбаевой сложно сказать, что она мать шестерых детей, причем младшую, восьмимесячную Фатиму, еще кормит грудью. Помимо заботы о них и домашних дел, Алия успевает еще и вести бизнес. У нее свой журнал, интернет-портал и благотворительный магазин. А с недавнего времени еще и вести общественную работу. Она председатель Совета деловых женщин Карагандинской области. Признается, что у нее 600% счастья. Если скажу легко, обману. Сложно. Просто человек ко всему привыкает. Потом нужно... Многое зависит от отношений, как ты относишься к этому. То ли это тяжелая работа, все в тягость, там и так далее. То ли получаешь, что это дети твои, твоя работа, все должно приносить удовольствие. По словам Алии, она очень уставала, когда у нее был один ребенок. После рождения второго чувствовала себя едва ли не героиней. Но после третьего стала замечать, что это не так уж и сложно заботиться о семье. Старшие помогают с младшими, поддерживает муж. А работа помогает женщине развиваться. Но главное предназначение все же семья и материнство. Счастье чувствует вначале этот запах. Счастье смотри. Как вот ребенок смотрит на тебя и улыбается. Девушкам, которые отказываются от этого счастья, есть много способов помочь, уверена Алия. Например, дом мамы. У нее уже нашлись единомышленники, готовые усыновить таких никому не нужных детей. Есть идея создать семейный детский дом. В крайнем случае от ребенка можно официально отказаться. Законом это ненаказуемо. Но только не идти на преступление и не обрекать на смерть собственное дитя. Людмила Батюшкина, Ирина Нинаша, Владимир Ванюк, 5 канал. Редактор субтитров А.Семкин